Малышка Венера родилась на пять недель раньше положенного. Во время беременности ее мама Анна Молчанова заболела ковидом. Инфекция вызвала преждевременные роды. 25 числа пришла в консультацию в Бийске. Так как мы в Бийске, приехала у меня с хрипами в горле. Нам предложили сделать тест. Мы сделали тест. 26 числа был тест положительный. А 27 утром рано у нас воды отошли. Я вызвала скорую и нас экстренно сюда госпитализировали. На сегодняшний день ПЦР-тест у Анны отрицательный. У малышки пока положительный, но никаких клинических проявлений болезни нет. Врачи следят за состоянием новорожденной. Малышке Альбине всего сутки. Ее мама Анжелика накануне родов бессимптомно переболела коронавирусом. Сейчас мама отрицательная, результаты дочки еще в пути. Страшно было не уйти от этого никуда. Сейчас много кто болеет. Так и всему довольна. Естественно, счастлива теперь мама. Под наблюдением медиков находится 76 девушек с разными сроками беременности. От самых ранних до почти доношенных отделение заполнено почти полностью на 90%. С декабря месяца пациенткам в положении, которых нужно лечить более чем бережно, вводят эффективный препарат. Лечение моноклональными антителами. Это такие антитела, которые встраиваются в РНК белок вируса и как бы прерывают вот эту цепочку. То есть они ничего не делают для пациента, для женщины, для плода. Они работают только с вирусом. Они внедряются в его жизнь и прерывают его жизнь. Болело горло очень сильно. Потом у меня поднялась температура. После введения уникального препарата симптомы коронавируса у Виктории исчезли уже через два дня. А с ним и сам вирус. Пациермозок у девушки отрицательный. Уже стало намного легче. То есть ушла температура. Слабость ушла. Слабость, какие-то незначительные катаральные проявления. Но уже не было ни лихорадки, ни такого моты. Но как нам рассказали медики, новомодное лекарство можно применять лишь на самой ранней стадии заболевания. От начала заболевания до момента введения препарата должно пройти не более семи дней. Только тогда это эффективно. И степень тяжести должна быть легкая, ну либо средняя. Количество заболевших с приходом омикрона стало больше. К счастью, говорят медики, болезнь сейчас протекает в разы легче. Но риски есть всегда. Ковид – коварная болезнь и может привести к опасным последствиям. Преждевременные роды могут быть. Это тромбоз, плаценты, то есть антинатальная гибель плода. Чаще всего гибель плода возникает при запущенной форме коронавируса. 14 случаев у нас было именно неразвивающихся в маленьких сроках в прошлом году. Два случая было тотальной отслойки плаценты. Были случаи преждевременных родов. Если в среднем популяции количество преждевременных родов – это 6%, то вот у больных с коронавирусной инфекцией у нас, по нашим данным, до 12%. Минимизировать риски помогла бы вакцинация, которую пренебрегают большинство беременных нашего края. Но врачи напоминают – прививаться желательно до беременности, а не во время нее. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.